А мы продолжаем в прямом эфире. Ольга, шоу от вас для вас. Мы поддерживаем технологию, культуру и людей. Мы помогаем талантам. Дайте нам знать, кого вы считаете нужным услышать здесь, в прямом эфире. И мы сделаем это возможным. Не забывайте, что у нас есть иллюзионные передачи каждый вторник и четверг на английском языке в 7 часов вечера на канале 15 в Сан-Хосе и Силиконовой долине. Эти программы на Камкаст 180 тысяч подписчиков. 180 тысяч подписчиков здесь, в Сан-Хосе и Силиконовой долине. Не так уж много, считаю, что в Сан-Хосе более миллиона человек. Также, в общем-то, все наши программы радиопередачи, они, возможно, их можно найти на интернете тоже. Так что мы для вас возможны... Можно нас не только услышать на радио, но и на интернетом радио и увидеть нас. Итак, рассказы. У нас бабушка Валентина из серии Сергей Михалков прочитает стихи, рассказы. Находка. Я выбежал на улицу, по мостовой пошел, свернул налево за угол и кошелек нашел. Четыре отделения в тяжелом кошельке, и в каждом отделении пятак на пятаке. И вдруг по той же улице, по той же мостовой идет навстречу девочка с поникшей головой. И грустно смотрит под ноги, как будто по пути. Ей нужно что-то важное на улице найти. Не знает эта девочка, что у меня в руке. Ее богатство медное в тяжелом кошельке. Но тут беда случается, и я стою дрожжа. Не нахожу в кармане я любимого ножа. Четыре острых лезвия, работы непростой. Да маленькие ножницы, да штопор завитой. И вдруг я вижу, девочка идет по мостовой. Мой ножик, держит девочка и спрашивает, твой? Я нож беру уверенно, кладу в карман его. Проходит мимо девочка, не знает ничего. И грустно смотрит под ноги, как будто по пути. Ей нужно что-то важное на улице найти. Не знает эта девочка, что у меня в руке. Ее богатство медное в тяжелом кошельке. Я бросился за девочкой, и я догнал ее. И я спросил у девочки, твое? Скажи, твое? Мое, сказала девочка. Я шла разину в рог. Отдай. Я так и думала, что кто-нибудь найдет. Сейчас прочитаю другое стихотворение. Называется «Сашина каша». Да, но если отдуматься, то это вот такая ситуация, когда мальчик с девочкой побежал с ножом, она могла испугаться. Вот, так что будьте осторожны, когда у вас нож, и вы отдадите кому-то кошельек. Это точно. Сашина каша. Живет на свете Саша. Во рту у Саши каша. Не рисовая каша, не гречневая каша, не манка, не овсянка на сладком молоке. С утра во рту у Саши слова простые наши. Слова простые наши на русском языке. Но то, что можно внятно сказать для всех понятно, красиво, чисто, ясно, как люди говорят. Наш Саша так горёжий, что сам понять не может. Произнесёт словечко, и сам тому не рад. Он скажет «до свидания», а слышится «до здания». Он спросит «где галоши», а слышно это лошадь. Когда он слух читает, поймёшь «едва-едва», и буквы он глотает, и целые слова. Он так спешит с налёта прочесть, спросить, сказать, как будто тонет кто-то, а он бежит спасать. Он может, но не хочет за речью проследить. Нам нужен переводчик его переводить. Ещё следующее стихотворение Светлана. Ты не спишь, подушка смята, одеяло на весу. Носит ветер запах мяты, звёзды падают в росу. На берёзах спят синицы, а воржи перепела. Почему тебе не спится? Ты же сонная легла. Ты же выросла большая. Не боишься темноты? Может, звёзды спать мешают? Может, вынести цветы? Под кустом лёжит зайчиха. Спать и мы с тобой должны. Друг за дружкой тихо-тихо по квартирам ходят сны. Где-то плещут океаны, спят медузы на волне. В зоопарке пеликаны видят Африку во сне. Черепаха рядом дремлет. Слон стоит, закрыв глаза. Снятся им родные земли, а над землями гроза. Ветры к югу повернули, в перелулках ни души. Сон на паряке, а море шевельнулись камыши. Тонкие качнулись травы, лес как вкопанный стоит. У далёкой, у заставы, часовой в лесу не спит. Он стоит, над ним зорницы. Он глядит на облака. Над его ружьём границу переходят облака. Не зверяй, они похожи. Только их нельзя поймать. Спи. Тебя не потревожат. Ты спокойно можешь спать. Я тебя будить не стану. Ты до утренней зари. В тёмной комнате, Светлана. Сны весёлые смотри. От больших дорог усталый. Тёплый ветер лёг в степи. Накрывайся одеялом. Спи. Всё прочитать. Интересные сказки. И потом я тоже, у нас будет интересная такая музыка, да? Из мультфильма она. Хорошо. Итак, рисунок. Рисунок. У нас дети, кстати, очень многие дети сейчас находятся на школьных каникулах в связи с Пасхой. И некоторые школы имели отпуска, недельный отпуск, а каникулы до Пасхи или после Пасхи. Поэтому мы всех вас поздравляем с каникулами. Да, с праздником и с весёлыми каникулами. Обычно они всегда бывают весёлые и интересные. Обращайтесь к нам за билетами. Мы можем дать вам билеты в музей. Да, итак, что у нас из серии «Мелодии для детей»? Давайте послушаем песню, которую очень многие знают. Она из мультфильма про поросенков-контика. И называется она «Доброта». Так, «Доброта» в эфире, он нашёл. А мне нужно христианские сказки прочитать. Для Пасхи расслабить. Немного всё. Всё, 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 всё. Окей. Потому что, потому что Все храждей и дороже, Все храждей и строже, В этом мире доброта. В этом мире доброта. А можно открыть мне на компьютере где-то ТМ-билет. Я зачитаю, там многие эти проезжают. Новые. Но... Потом можно всё убрать. На данный момент потом больше всё убрать. ТМ-билет. ТМ-билет. Все храждей и дороже. Все храждей и строже. В этом мире доброта. Прям это там где... Окей. А. А. По-моему, всё у нас уже. Как же сделай? Можно театральное. Да, а можно вот это на афишу сделать. Там где афиша сама. О, жалко. А, да. Можно это... Как это вот так вот так? Такая доброта. Окей, вверх. Ну, это вот это я даже сделала. Сделай ещё раз. Где это? А мы продолжаем. Вот несколько из серий объявлений. ТМ-билет. Театральный марафон. Билет. Точка. Кам. ТМ-билет. И вы там увидите юбилейный концерт, посвящённый 35-летию оркестра Владимира Спивакова и виртуозы Москвы, которые приезжают 2 мая в пятницу в 8 вечера. У них будет концерт в Palace of Fine Arts. Итак, пятница 2 мая в 8 вечера юбилейный концерт, посвящённый 35-летию оркестра Владимир Спиваков и виртуозы Москвы. В программе концерта Моцарт Диверт номер 3, Фа-мажор, Чайковский серен для струнных Шостакович, Прелюгия и Полька. И, в общем, много других интересных мелодий специально для наших слушателей. Группа «Руки вверх» приезжает в The Factory в Сан-Франциско. Группа «Руки вверх» будет уже здесь в пятницу 25 апреля в 9 часов вечера. Театр Алексея Рыбникова с рок-оперой Юнона и Авось с рок-оперой Юнона и Авось приезжают сюда 9 мая в пятницу в 7.30 вечера в Palace of Fine Arts в Сан-Франциско. Также 21 июня в субботу легендарная Тамара Гварцители в Palace of Fine Arts выступит здесь концертом в 7 часов вечера. Итак, всю эту информацию вы можете найти TM-билет, театральный марафон, билет.com Есть другая информация, которая поступила мне от Татьяны. И она дает эту информацию Менакер. Татьяна Менакер. Надеюсь, что я правильно произнесла ее имя. Она связалась со мной, чтобы предупредить наших зрителей, что в воскресенье 20 апреля состоится литературный концерт Василий Гроссман, автор и исполнитель сама Татьяна Менакер. Презентация также документального фильма Елены Якович, Василий Гроссман. Мне показалось, что я умер. Это будет происходить в Jewish Community Center в центре в Сан-Франциско. Начало 6 часов вечера. Билеты 19 долларов, а для пенсионеров и членов Jewish Community Center всего лишь 12 долларов. Можно также заказать билеты по телефону. Яниный телефон 415-292-12-39. 415-292-12-39. Итак, это литературный концерт Василий Гроссман, где автор и исполнитель сама Татьяна. Она, кстати, дает очень много экскурсий здесь, в Сан-Франциско, а также пишет для газеты «Кстати». Что я могу еще сказать? Спаржа. Мне прислали интересную информацию о спарже, что в лечебных целях очень часто спаржу любят использовать для лечения раком, например. Конечно же, советуйтесь со своими докторами. И вот какая информация была мне при... Тут много примеров приводится. И вплоть с 1739 года есть факты, которые подтверждают способность спаржа растворять камни в почках. И также в 1854 году вы увидите это в медицинских справочниках под редакцией профессора университета Пенсильвании. Что еще можно сказать? Можно просто брать приготовленную спаржу в блендер и измельчить до консистенции пюре, хранить в холодильнике. И 4 полные столовые ложки 2 раза в день, утром и вечером. И даже если это больные пациенты, у них будет улучшение в течение 2-4 недель. Опять же, мы не врачи, мы просто говорим, что помогло нашим здесь слушателям. И, например, кто-то пишет, он биохимик и тщательно изучал все аспекты раковых заболеваний, предлагаемые методы лечения. И однако эти результаты исследований убедили в том, что спаржа лучше всего вписывается в современные представления о злокачественных заболеваниях и их излечения. Спаржа содержит значительное количество белка, именуемого гистоном. Гистон контролирует рост клеток. Вот почему можно утверждать, что спаржа активно нормализирует рост клеток. Этим объясняется ее воздействие на раковые опухоли, а также ее общие укрепляющие свойства. В любом случае, спаржа абсолютно безвредна. Управление по контролю за продуктами и лекарствами не помешает вам употреблять спаржу, которая принесет вашему организму только пользу. Национальный центр изучения рака в США сообщает, что спаржа богата глутатионом, считающимся одними из самых мощных антиоксидантов и антираковых субстанций. Одно примечание. Дело в том, что спаржа тоже может быть переизбытой, спаржа может быть вреден, потому что если у вас есть предположенность к мочекаменной болезни, потому что в ней очень много оксалатов кальция, которые могут накапливаться, и так что всегда соцсетуйтесь с врачом, специалистом. Да, и чтобы вы находились под присмотром врача, потому что, естественно, вы сами знаете и хотите, чтобы ваш врач, ваш врач личный, прошел через обучение не один год, а несколько лет. Поэтому, естественно, проходя через все это обучение и практику, медицинские врачи знают больше, чем нежели мы с вами можем узнать от тех, кому это помогло. И сами понимаете, что иногда получается так, что у людей есть желание выжить, есть хорошее настроение, люди оптимисты, а некоторые пессимисты, или они постоянно находятся в стрессе, что, естественно, не помогает их нему выздоровлению при никаких обстоятельствах. Итак, эликсир молодости. А кто знает, какой у тебя эликсир молодости? Есть ли у тебя эликсир молодости? Спорт. Спорт. Хорошая работа, семья, дети, внуки. Окей, так. Путешествия, побольше интересного в жизни. А ты знаешь, что специалисты из Калифорнии, как мы уже говорили, провели интересный эксперимент с добровольцами в возрасте от 55 до 78 лет, и сейчас им даже советуют использовать интернет. Ну, конечно, интернет. И это хорошо. И теперь он без детей, все будут молодыми. Это будет в ин-вен ситуацию. Что это средство даже омоложения и профилактика сердечных болезней и склероза. Но опять же, если не засиживаться, а перенежать его со спортом. Да, не забывайте, что эксперимент проводили в течение часа и в течение месяца, а не в течение 7 дней, 24 часов в неделю. Так что это вот один из таких доступных эликсиров молодости. Но опять же, имейте в виду, что не нужно злоупотреблять. Правильно? Да, все правильно. Все правильно, потому что потом все равно компьютер захватит мир и уже не будет комбайрировать. Итак, например, празднование. И жена мужа говорит, ты зачем нарисовал на холодильнике букву Ж? Ну, это же не Ж, это Снежинка. А ты гостей при этом предупредил? То есть, я так понимаю, женский туалет из серии? Да, но это должен быть очень большой холодильник, чтобы они не будут перебутать. Ну, или же человек должен так много выпить, обкуриться или там еще что-нибудь, что не понять, что это... В общем-то, понять, что это холодильник. Или не понять. Ну, скорее, не понять, чем понять. Да, понять, не понять. Мозги мозга. Что еще? Эликсир молодости. Какой еще может быть эликсир молодости? Смузи из спаржи. Кашу маслом не испортишь. Кому что, смотря какая каша, если это овсяная каша, если это оливковое масло. Мы уже тоже говорили, что оливковое масло, это хорошо. Даже песню играли про семечки. Например, у нас называют масло подсолнечное божественным продуктом. А почему, например? Интересно, в догадках. Великолепное средство для смазывания ссадин, ушибов и ранах от укусов пчел и шмелей. К счастью, у нас нет таких. Пчелы, к сожалению, умирают, вымирают, как динозавры. А как же пчелы-убийцы? А как это кто? Ну, есть же такая проблема в США. Пчелы-убийцы, которые бьют свои гнезда в разных местах, а потом обладают на людей. Пчелы или пчелы-убийцы? Пчелы-убийцы. Так что избегайте пчелы-убийц. Да, избегайте смерти. Например, полезный для бюджета и вредный для здоровья тоже. Это дешевый заменитель сливочного масла, впервые изготовленный французским химиком Мешмурье в 1869 году. Окраской напоминал жемчужную раковину. И что это было? Маргарин. Греческим словом назывался маргарос, что в переводе означает перламутровый. Тогда маргарин получали из говяжьего, нутряного сала и обезжиренного молока. Со временем технология изготовления суррогата менялась и он становился все вкуснее и привлекательнее на вид. Но ученые забили тревогу. Оказалось, что этот широко рекламируемый продукт вреден для здоровья. Казалось бы, сейчас маргарины и масложировые смеси, мягкие масла изготавливают из натуральных растительных масел, в которых нет холестерина и масса полезных веществ. Так в чем же вред? Догадываешься? Где-то не такие там жары задержатся. В процессе гидрогенизации при вращении жидких жиров в твердые или пастообразные растительное сырье загрязняется частицами всевозможных катализаторов меди, никеля, платины и в нем образуются трансизомеры жирных кислот. Звучит угрожающе. Ага. Но зато если ты будешь источником меди, никеля и платина в ценности твоя ценность увеличится. Это не значит, что будет хорошо для здоровья, но опять же продать тебе можно из-за большого количества меди, никеля и платина, находящегося в твоем теле. Представляешь? Они, в отличие от своих собратьев, не только неполезны, но еще и опасны. Эти мутанты могут стать причиной снижения иммунитета и повышения уровня холестерина, инфаркта и инсульта, ухудшения процесса сперматогенеза у мужчин и лактации у кормящих женщин. Кроме того, в маргарины и мягкие масла частенько добавляют животные жиры, например, тюленей и рыбей. Главное, чтобы эти рыбы не были нуклеядерные какие-нибудь. Там около Японии, например, плавали. Что сводит на нет основное преимущество маргарина перед маслом отсутствие холестерина. А что, например, можно сделать при хроническом сухом кашле? Пить растопленное молоко мелкими глоточками натощак. Почему натощак не сказано? А в чем разница? Ведь мы помогаем горлу, а не желудку. И тот же самый говорят, что при туберкулезе легких нужно принимать такой же состав. Просто смешивать в равных количествах масло и натуральный мед и варить на медленном огне в течение получаса, периодически помешивая. Принимайте по столовой ложке каждые два часа. Но при этом не забывайте лечиться врачам. Опять же, да, но натуральный мед и масло, если бы это положить натуральный мед и молоко, звучит очень даже вкусно. Я даже попробую, наверное, можно использовать. Только не так, чтобы многое и нежирное молоко. Опять же, нужно всегда не переборщать. С пятницей наша программа, так сказать, после пятницы. А что у нас пятница? Чем у нас отличается пятница? Это тогда, когда рабочая неделя заканчивается. Не правда ли? И народ бухает. Запой, это когда у тебя семь пятниц на неделе. Как раз об этом. Да, так что, вот, поэтому пить надо мало. Воду хорошо пить, соки тоже, опять же, без сахара. А вот, мы получили сообщение, например, о California Academy of Science. Конечно, когда у вас есть мембершип или членство в этот музей, то вы можете ходить на различные мероприятия. Они открыты семь дней в неделю. И очень часто там устраивают вечера, когда можно даже оставаться прям с ночевкой, такой кемпинг. И это, конечно, вы должны узнать у организаторов музея. И видеть, летают ли бабочки. Можете видеть рыб. И очень даже это все так красиво и замечательно, потому что рыбы вы можете увидеть в Калифорнии Академии, в Калифорнийской Академии наук, не только вокруг вас, но и над головой, под вами. Очень даже интересно. И как ведут себя рыбы ночью, конечно, наверное, многим хотелось бы узнать. У вас есть такая возможность. Свяжитесь и узнаете, когда такое возможно будет сделать еще в Академии наук в Калифорнии. Наша передача, к сожалению, заканчивается. Ваша информация будет просмотрена в течение недели, и мы выставим эту информацию на следующий, в следующую субботу, или же в последующие субботы. У нас будут, как всегда, гости, как на английской передаче с шести до семи, а также с семи до девяти русскоговорящие наши люди. Кроме всего прочего, мы готовим передачи для Камкаст каждый вторник и четверг. На данный момент это Амин Лопарковская церковь, потому что Пасха, с чем мы вас и поздравляем. Итак, наша программа поддерживает технологию людей и культуру, все культурные мероприятия. Мы, как правило, узнаем до того, как они печатаются где-либо. А если вы что-то узнали раньше нас, дайте нам знать тоже, и мы поделимся со всеми об этом. Спасибо Лене Троцкой, которая дала прекрасный костюм сегодня для меня. Вы это можете увидеть уже на фейсбуке, а также на наших программах.